— Ну, Настасья Дмитриевна, как говорится, не было бы у бабы забот, так купила бы у себя баба порося. — Не мало баба клопоту, купила порося. — О, точно. Мрачи обивила Дунька мрачно, войдя в комнату барыни и с размаха опуская на стол стопку выглаженного белья. — Бу-бум. — И что только у барына в голове-то было, когда он эту Васенку привел? — Побей Бог, невразумею. — Да уж поболее, чем у тебя, у барына-то в голове, м? — нахмурилась Настя, ловко подхватывая рассыпавшееся это белье. — Ты в рассуждение не ударяйся, не по чину это тебе, а толком говори, толком. — Что тебе, Васена? — Дерзит или не слушается? — Или работает плохо? — А? Стоял холодный октябрьский день. Небо было обложено тяжелыми и сизыми тучами. Вот-вот должен был хлынуть дождь. Облетевшая липа за окном дрожала на ветру. Где-то на задворках унылый монотонно орал петух. И этот бестолковый крик только усиливал всю эту вашу осеннюю скуку. — О, суета, сует. — Ей-богу, зарезать на суп прикажу. Ей-богу, зарежу, прикажу. Слух подумал о петухе Настя. И так тут голова ноет. А он еще голосит-голосит, проклятый. — Так что стряслось с этой васенкой-то, а? — С ней-то шишигой ничего. А вот с вами не ровен час да с барином случится, коль не спровадите ее по добру здорову. — Коль не спровадите. — Зловеще предрекла Дунька. — А че? Че улыбаетесь-то? — Барину-то все пустяк. — Привел, сбросил вам на руки. А вам тоже горышка мало. — Угу. — Одна я в доме обо всем думать должна, что ли? — Ну, разумеется, без тебя нам всем давно бы пришел конец. — Хм, это точно. — А то нет, — подбочинялась Дунька. — А то нет. Я-то как эту васену увидала, сейчас же подхватилась и кагаринам понеслась. — У меня там кума в ключницах обретается. И все как есть, все как есть вызнала. — Гоните ее, барыня. Гоните ее прочь, покуда беды не сделалось. — Ой, только не говори, что она ведьма, и от ее взгляда молоко киснет, да? — Угу. — Хуже. Ведьма не ведьма, а Гришке стрижа невеста нареченная. — Выпалила вдруг Дунька и торжествующе посмотрела на свою барыню. Настя потерла пальцами лоб и нахмурилась при этом. — Подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди на немного. Какого-то еще Гришке стрижа. — Это того самого, который... — Истинно, говорю. — Сами помните, он еще перед паской от барина сбег. Да еще какой убыток учинил, полдома спалил. И по лесам теперь хоронится там, как леший. И цельная ватага у него таких же лишаков там. Они у трентицких дальний хутор сожгли. И Лазареву барыню на дороге подловили, падлы, подловили. И такой с ней учинили там падлы. Ага, падлы, подловили. — Что ж сказать вам совестно? Хоть вы и мужняя жена. И истратенных старосту Гришка в овраги зарезал. И... и... Ну, будет, будет тебе. Мне все ясно. — Ну, с чего это ты взяла, что наша Василиса как-то к этому причастная, а? — Может, и не причастна, а только береженого Бог бережет, — отрезала Дунька. Мне Пантелеевна рассказывала, что Гришка до своей нареченной сам не свой был. Из-за нее в осенке этой весь сыр-бор разгорелся. Из-за нее он и барина чуть не порешил. И из-за нее Гришка. — Так в чем же был сыр-бор? — недоверчиво улыбнулась Настя. — В чем? — Как в этих глупых романах, да? Не смогли обвенчаться попросту? Без страсти мордастей, да? — Хм! А вам смехи все, смехуёчки. А только барин не дозволил венчаться-то. Гришка осерчал. — Осерчал. Да еще говорят, будто довольна. — Избавь меня от этих сплетен, а? — замахал руками Настя. И тут же обессиленно откинулась на спинку кресла. — Боже, да как же виски ломит, а? Хоть бы и впрямь дождь пошел. — Дунька, ты мне с утра ливень обещаешь? — Обещаешь. — И где он? — Что, сбегать поторопить? — невинно осведомилась Дунька. — Я сбегаю. — Хм! Слушай, я в тебя сейчас кину чем-нибудь, а? Дунька! — Воля ваша. А что с Васенкой прикажете? Вы разумеете, что Гришка ее все равно для себя добудет? Все равно. Спалит вам все имение, в убыток вгонит, а добудет. Потому он до нее больной с малолетства. Вот мое вам слово. Избавьтесь от этой шишиги поскорей, Покудова. — Кто бы меня от тебя избавил, а? Полусердито оборвал ее Настя. — Как я, по-твоему, смогу от нее избавиться, если это приобретение Никиты Владимировича? — А барин ее вам подарил. — Стало быть, и вам распоряжаться. — Ой, все, замучила ты меня. — Пойди вон и позови ко мне Васену. И Дунька гордо прошествовала в людскую. И когда она скрылась, Настя встала, озабоченно встряхнула обеими руками тяжелую косу, так и не уложенную само утро в прическу. И несколько раз прошлась по комнате. — Туды-сюды. Остановившись у окна, она смотрела с голой облетевший сад и грустно вздохнула. Осторожная шарканье босой ноги по полу заставила Настю обернуться. — Изволили звать барыня. Василиса стояла у дверей. И Настя обернулась к ней и невольно залибовалась этой стройной фигурой девушки, неиспорченной даже старым мешковатым сарафаном. Ее густой косой, переброшенный на грудь, чистым, строгим и красивым лицом, длинными стрелами бровей и синими и спокойными глазами. — Бог мой, как же ты хороша! — искренне сказала она, подходя к Василисе. — Я такого и не видывала никогда. — Шутите, изволите, барыня! — ровным голосом отозвалась та. — Да какие шутки! — Когда и впрямь Василиса прекрасная передо мной стоит. — Вот только что мне с тобой теперь делать? — Что желаете, воля ваша? — А что ты скажешь, если я выпишу тебе вольную? — Как это? — и Василиса аж ахнула. — А очень просто, — пожала Настя плечами. — Ты мне ни копейки не стоила. — Стало быть, в убытке не останусь. — Барин, я уверен, он возражать не будет. — Справим документы в уезде. — И ты свободная. — Барыня, миленькая, да за что же? — простонала Василиса и с размаху кинулась, опишевшая Настя прям в ноги. — За что же гневаться изволите? — Что я такого худого сделала? Чего вам про меня наговорили? — Как? — Ты не хочешь быть свободной? — озадаченно спросила Настя. — Да встань ты, дура, что за глупости такие? — Поднимись и объясни, только без рыданий. — Без рыданий мне. — Ну, Бог с тобой. Не будет тебе вольный. — Только растолкуй же. — Да чего ж тут толковать-то? И Василиса неловко цепляясь за дверной косяк, она поднялась. И руки у нее дрожали. По бледному лицу ползли слезы. И девушка тщетно вытирала их рукавом. — А куда же я вольная пойду-то? У меня на всем свете роднит и никого, кроме дедушки. У господ Агариных остался. — Куда денусь-то, барыня, благодетельница? Чем на хлеб заработаю? Кто из господ местных вольную в работу возьмет, коли у каждого свои люди тут есть имеются? А в городе я и не знаю никого. — Ты могла бы отыскать своего жениха, знаешь. И Васена побледнела так, что на лице, казалось, остались только одни огромные синие глаза. И Настя против воли снова залюбовалась ею. — Родит же, Господь, красоту такую. Будьте на дворянского сословия, вся высшая, знать ли, жалоба вот тут-то, прямо у нее, в ногах. И вслух же она удивилась. — Да что ж ты так перепугался-то? Я не буду чинить препятствий. Я не буду. И Василиса закрыла глаза. И несколько раз глубоко всей грудью вздохнула. Явно силе успокоиться и взять себя в руки. И ей это таки удалось. Через мгновение она уже прямо смотрела в лицо Насти и своим ровным, почти бесстрастным голосом говорила. — Барыня, я вам присягнуть готова. Что пустое? Пустое это все. Все, что вам про меня и про Гришку наговорили, все это пустое. Пустое и напрасленно. В том могу и крест поцеловать. — Ты хочешь сказать, что он не был твоим женихом? — Николе? — Да дедушка и не согласился бы никогда. — Николы. — Николы. — Да кто ж за него пошел бы, за Гришку, за Аспида такого? — Свататься? — Да. — Сватался? — Да, барин наш. И тут Васена запнулась, и по ее лицу разлилась густая розовая краска. Настя, подойдя, смотрела на нее с растущим любопытством. — И что же? — Что приказал барин твой? — Сказали, что я не для мужика сиволапого рожденная. Изволили распорядиться в комнаты меня взять в услужение. Сыну хотели приятное сделать. — И Васена смотрела в пол у себя под ногами. — А мы что же? — Мы люди подневольные. — Только с того дня дедушка уж сильно занедужил. Он и так грудью у меня мучился, а без меня и вовсе. И в саду ему трудно стало. И Настя встала, и, не замечая того, как испуганно умолкла девушка, принялась ходить по комнате. — Ох уж мне эти агарины, и старый и молодой, недалеко от яблони. — Так чем же ты занималась до того, как пока попала в барские комнаты, а? — Изволите видеть, садом господским мы с дедушкой занимались и оранжереями. Лицо Василисы вдруг просветлело, и она слабо улыбнулась, вспоминая все это. — Вот ей-богу, барыня, не хвалюсь, но таких цветов, как у нас с дедушкой, — То есть у барина нашего, ни у кого, в целой губернии нету. Дедушка и в столицу два года назад ездил, и такие редкие диковинки оттуда привез, что мы с ним ночами не спали, думали, и не приживется никак, что не вырастет и цвету не даст. А все как есть, все прижилось. — А, так ты садовница? — разочарованно спросила Настя. — Хм, ну что же мне тогда с тобой делать? У меня-то и сада никакого тут нет. Мы не такие, господа, как агарины, чтобы подобными пустяками тешиться, да еще и людей на них отрывать. — Если бы ты хоть в огородном деле понимала, м? — А я, барыня, и в огородном смысле. Торопливо перебила Васона. И семена, и гряды, и овощ вся наша с дедушкой была. Вся она нас была. Нами девок в помощь давали, когда работы много было. И чего же, барыня, вы саду не желаете? Упаси меня, Господь, на смельца советы давать. Но вот ведь у вас под окном вон какое место чудесное. Оно даром вот под мусором стоит, пропадает там. И Настя чисто машинально посмотрела в открытое окно. О, точно, мусер. И там буйно топорщилась пожухшими сорняками довольно большая лужайка. О, луга мусера, на который прежде стаскивали весь строительный хлам. М? Можешь раздеребанить, а? И в самом деле как-то нехорошо вынуждена была признать она. А я прежде почему-то не замечала, знаешь? Хм. Ну, послушай, милая, я же не могу оставить тебя для занятий пустяками, когда... Отчего же пустяки-то? Отчего же пустяки? Сплеснул руками Васена. А сколько тебе лет, Васенка? Шестнадцать, барыня. Одна надежда на то, что она сможет вернуться к любимому делу, зажгла на щеках девушки этот яркий румянец. Отчего же вы цветы пустяками зовете? Ведь самые красивые создания Господни, они и есть. М? Цветочки. И таковы разные все, и привычки у каждого цветочка свои, и язык свой, и... Язык? Так, насмешливо улыбнулась Настя. А как же ж? Как есть, у каждого свой. Вы думаете, Люпин Георгину поймет, когда? Их и рядом сажать николи нельзя. Заедят они друг дружку, рассорятся, земля под ними бедная станет, воодушевленно рассказывала Василиса. А ежели, к примеру, к тому же Люпину астру подсадить, так они душа в душу жить будут, и никакого навозу не надо будет для них. Друг друга понимать будут. А коли вам аромат приятный в саду нужен, так можно аглицкий душистый горошек вон там у стеночки посадить, и двойная выгода будет. Во-первых, стену он так оплетет всю, что никакого безобразия видать и не станет. А во-вторых, от него вечерами такой дух идет, что... Довольно, довольно. Настя удивленно осмотрела взволнованную девушку с головы до ног. М? Цветочка нашлась. Воистину я не понимаю, Мефодия Аполлоныча. Воистину не понимаю. Такую разумную особу взять для услужения Борчуку? Василиса приняла ее слова за насмешку, и жарко вспыхнуло. На ресницах у нее выступили слезы. «Прощение просим, барыня. Забылась я». Глупости отмахнулась Настя, снова принявшись ходить по комнате. Неожиданное предложение уже захватило ее. Целиком и полностью. «Но скажи мне, милая, если, допустим, я решу весной засадить вот эту лужайку, все равно она более неподо что негодная, все равно. Во что мне это обойдется? Ведь цветы и семена ведь придется ж покупать, правильно? И время, по-моему, уже упущено, не так ли? И... И, барыня, ни во что, ей-богу. Ни во что, взмахнула руками Василиса. И лицо ее снова засияло. «Я одна и землю всю подыму, и коренья корешки повыберу, и земельку распушу. Дело-то привычное, с малолетства на нем. Тем более, что сейчас как раз последние самые денечки для этого остались я так земельку подготовлю, что весной и навоза не надо будет. Сама собой родит». «А сажать? Сажать-то что будешь?» Рассмеялась Настя. «Лебеду за дворков. Да?» «Да, буду», — уверенно сказала Василиса. «У нас с дедушкой знакомства по цветочным делам такие были, что и предводителю не снились. Я всю округу обойду, а найду все, что требуется. И вам это ни в грош не обойдется. Христом Богом клянусь. Вот увидите, какая красота будет. И огород вам по весне налажу лучше, лучше, даже лучше, чем у господ Огариных все налажу». «Ну, как ты, однако, загорелась, м?» И Настя, качая головой, разглядывала эту девушку. «Право, я не знаю, будет ли из этого толк». «Право, я не знаю». «Ну, да хуже уж не окажется, думаю». «Сами видите, барыня, какая красота у вас под окошком окажется». И истово перескрестилась Василиса. «Дозвольте только за ступ взять». «Что ж, я распоряжусь. И завтра тебе все. Да по что же завтра? Я и сегодня взяться могу. Для чего же хорошему дню пропадать-то?» «Да ведь дождь вон с минуты на минуту хлынет. Зальет тебя, дура, водой. Будешь там чвакать». «Ничего, чай не сахарная. Да звольте, барыня». «Ну, Господь с тобою. Иди покуда в людскую обедать. Да поешь, сказано тебе. Успеешь еще в земле поколупаться? Какий крот на мою голову взялся, а? А я распоряжусь. Все, что тебе будет нужно, возьмешь у Ермолая, если он еще не пьяный там. «Ну, что же ты стоишь? Ступай». Василиса и впрямь почему-то медлила, стоя у порога. Когда же Настя сделала нетерпеливый жест, девушка подошла к ней, низко, низко, до самой земли поклонилась и поцеловала ей руку. «Благодарствую». «Доступай же уже», уже слегка рассерженно велела она, и Василиса исчезла. Оставшись одна, Настя пожала плечами, тихо рассмеялась чему-то и подошла к тому самому окну, к той мусорке. А там из-за дальнего леса поднималась туча, и первые капли уже ударяли в окна. И только ради этого, только ради этого вы просили вас принять, Михаил Николаевич? Моя просьба кажется вам несущественной, господин Брагин. Начальник Александровского винокуренного завода не ответил на вопрос посетителя. Неспешно поднявшись из-за стола, он сделал несколько шагов по кабинету и остановился у окна. Это был большой, уже отяжелевший человек, лет сорока, с некрасивым, грубо рубленным лицом, обробленным сидеющими бакенбардами. Мохнатые, растрепанные брови придавали ему угрюмый вид. Под набрякшими тяжелыми веками были почти скрыты темные, внимательные глаза. Побарабанив пальцами по подоконнику, он вновь обернулся к просителю. «Но все же я не понимаю вас. Я не понимаю. Вы сосланы на поселение и под надзор полиции. Вы проживаете на квартире отца Порфирия. Никакого отношения ни к заводу, ни к моим разбойникам не имеете. Вам дозволено иметь книги, продолжать свои занятия, никаких ограничений в передвижении. Чего ж вам больше и к чему эта вся филантропия? Неужто вам мало ее оказалось, а? Михаил Иверзнев, сидящий у массивного, крытого потертым зеленым сукном стола, вспыхнул было, но сдержался. Сердитов, взерошив ладонью волосы, он глубоко вздохнул и сказал. «Филантропия здесь совершенно ни при чем. И решать, разумеется, вам. Но я право не понимаю, чем вам помешает моя работа в заводском лазарете. Я, как вы знаете, учился на хирурга. Последнюю кампанию прошел с бригадой Пирогова. Меня ни кровью, ни увечьями не напугать. И если бы не арест, сейчас я уже сдал бы экзамены, кончил курс и диплом получил. «Вам не нужен такой фельдшер?» «Да вам-то все это к чему, господин Иверзнев!» Пожал плечами Брагин. «Каторжане народ непростой, с ними не в раз сладишь. Тут умеючи надобно». «А я не люблю сидеть без дела», коротко пояснил Михаил. «А для врача, как и для священника, все равны, что каторжный, что вольный». «Смею вам заметить, что лазарет заводской находится не в лучшем состоянии». «Я с вашего недавнего разрешения заходил полюбопытствовать. Два фельдшера-инвалида, которые вечно пьяные там, грязь везде. Ухода за больными мало, а вернее его и вовсе нет. Однако не так уж трудно все это поправить. И вам выгодней. Быстрее на ноги ваши рабочие вставать будут. И смертей меньше окажется». Брагин молчал, продолжая неспеша расхаживать по кабинету. Бронзовая чернильница на столе вздрагивала от его шагов. Ивер, знев глядя ему в спину, негромко сказал. «Здешний народ отзывается о вас хорошо. Говорят, что вы справедливы и понапрасну не мучаете людей. Большая редкость по нынешним местам, как я уже успел заметить». «Экего комплимента получил, м?» Без улыбки отозвался Брагин. «А ну, как врут они, люди-то? Вы, Михаил Николаевич, здесь человек новый. Я вам рекомендую поменьше слушать моих разбойников. Они и без вранья и часу не проживут, так что...» «Я сам видел, как вы приказали по прибытии этапа немедленно расковать всех женщин. Я сам все это видел». «Разумеется. У меня бабы в кандалах не ходят. А на других заводах не так. И мужики говорят, что в заводе тоже работают без ручных кандалов. Хотя правила и предписывают». «Ай, те, кто писал эти правила, они работы нашей не знают», невозмутимо пояснил Брагин. «Некоторые вещи исполнять в кандалах это попросту невозможно. А расковывать этих чертей с утра и заковывать их обратно потом вечером, то никакого времени тут на них не хватит. Так что, сами видите, все имеет свой резон». «А ревизоров не боитесь?» «С интересом спросил Михаил». Брагин только усмехнулся. «Что ж, Михаил Николаевич, коль вам нечем более себя занять, прошу в лазарет. Но предупреждаю, это не столичная больница. Совсем нет. Действительно, грязно, вонючее и вшиво. Все, как вы и говорите». «А мы лучше сделаем». «Хм, да? Ну, бог в помощь». «Денег, однако, не дам», сразу же подчеркнул тот. «Я не вор и прибыли по карманам не прячу. Но и отдавать их на пустяки всякие я тоже ненамеренный. У меня свое начальство. Все, хозяйство подотчетное. И?» «Никаких денег и не надо. Нужно только, если не пожалеете, несколько баб отмыть лазарет нужно хорошенько. И в дальнейшем тоже поддерживать чистоту. Несколько баб нужно будет. А все остальное я сам все налажу. Я хотел вас попросить, если возможно, еще об одном одолжении. От моей квартиры до завода идти довольно очень долго. Нельзя ли мне при лазарете какую-нибудь комнатенку здесь занять? Я неприхотлив. Мне много места совсем не надо. Просто, чтобы не тратить время на ненужную эту беготню по утрам и вечерам. «Да чем же вам отец Порфирий не угодил, а?» Непритворно изумел Собрагин. «Уж, казалось бы, так рад был, так рад, что ученый человек из столицы у него тут поселился. Матушка его в восторге. Поповны, так те и вовсе. Ведь в какие цветник вы попали, Михаил Николаевич? Прямо цветник. Шесть девиц и все на выданье? Ха, цветочки! Даже весьма на выданье!» Брагин говорил абсолютно серьезно, но в его темных глазах скакали эти веселые искорки. Михаил улыбнулся в ответ, слегка смущенно. «А я это тоже успел заметить. По-моему, я только шуму лишнего наделал в почтенном семействе. А я мне удобнее было бы просто находиться постоянно при лазарете. Вот и все. Ну, как знаете, место найдется. А не найдется, так найдем. Однако, странный вы, молодой человек, и темные глаза, испытующие, посмотрели на Иверзнева из-под тяжелых век. Тот посмотрел в ответ спокойно и прямо, и чуть улыбнулся. Брагин в очередной раз, пожав плечами, вернулся за свой стол и сел. Дубовый стул сердито скрипнул и положил на зеленое сукно огромные руки со сбитыми костяшками пальцев. «Ну что же, воля ваша. Квартиру вам быстро подготовят. Сможете хоть завтра переехать. Прежних фельдшеров, однако, оставьте. Они, конечно, выпивохи все, но в здешнем народце по боли вашего разбираются. Думается, мне полезные будут. Как вам угодно. А я и не собирался никого гнать. Скажите, Михаил Николаевич, вы ведь с отличием курс должны были окончить. Должен был. С едва заметной иронией в голосе ответил Михаил. В таком случае и я хотел бы просить у вас тоже одолжение. Разумеется, все, что смогу. У меня, видите ли, дети. Дочь в пансионе обучается, а Леша здесь, при мне. И не могу никуда его отправить, поскольку болен сынок мой. Летом-то, слава богу, ничего, а вот как к зиме, то дело-то просто вообще с ног валится. Обмороки какие-то, голова у него кружится там. Я показывал докторам. Говорят, это, болезнь сердца. А Лешке всего-то десять лет. Я в эти годы не знал вообще, где оно то, то ваше сердце. Где оно находится в нашем организме-то? А началось у него, однако, недавно. Три года назад почалось после смерти супруги моей. Вот так и сразу. Очень он мать любил. Брагин говорил все это медленно, словно с трудом выбирая слова. Его лоб перерезала глубокая складка. Так вот, я хотел бы попросить вас, господин Иверзнев, не изволите ли вы Алешку моего осмотреть. Конечно, я готов со всей душой, слегка растерянно сказал Михаил. Но боюсь, у меня мало опыта, тем более, что врачи уже видели вашего сына. Впрочем, я, конечно же, конечно, выполню вашу просьбу, и если смогу чем-то помочь. Идемте, недослушав, отрывисто сказал Брагин, и оба они встали. Идем. Покинув кабинет, прошли через большие теплые сени, устланные половиками. Возле дальней двери им навстречу легко поднялся невысокий, но очень стройный и ладно сложенный кавказец с узким замкнутым лицом. На нем был пыльный и рваный бешмет, перетянутый красным кушаком, из-за которого торчал огромный кинжал. Не подходит. За спиной кавказца на пестрядевом половике лежало разобранное ружье. При виде Брагина он коротко поклонился, а на Михаила уставился недоверчивым угрюмым взглядом. Шужой. Сиди, Хасбулат, это доктор калешке бросил на ходу начальник завода. И кавказец снова бесшумно опустился на пол. Михаил, проходя мимо него, с изумлением кинул взгляд на оружейные части, но ни о чем так и не решился спросить. Комната Брагинского сына была очень-очень маленькой. Свеча в медном шандале освещала ее почти целиком. Войдя внутрь, вслед за Брагиным, Иверзнев увидел у окна некрашенный стол с шахматной доскою. Там же свалены в кучу солдатиков. В углу старую лошадку, качалку. На полке стояли книги. Несколько из них раскрытые валялись на столе рядом с шахматами. На стене висел портрет молодой женщины. Из разцовая печь в углу источало ровное умеренное тепло. Большая кровать была расстелена, и в постели под пуховым стеганым одеялом сидел мальчик лет десяти. И он очень удивленно посмотрел на гостя. Алеша Брагин ни капли не был похож на своего отца. С бледного до синевы тонкого болезненного личика смотрели огромные прозрачные серые глаза. Взгляд мальчика был очень внимательным, умным и грустным одновременно, как у взрослого, много видевшего человека. Рядом с ним на одеяле лежала раскрытая книга. «Алеша, поздоровайся», ласково сказал Брагин, подводя Михаила к кровати сына. «Это наш новый доктор заводской Михаил Николаевич Иверзнев. Он сейчас тебя посмотрит». «Здравствуйте, господин доктор», вежливо сказал мальчик. «Право вам не стоило беспокоить себя». «Рад нашему знакомству, Алексей Афанасьевич». «Серьезно, как взрослому, ответил ему Михаил. Никакого беспокойства и быть не может. Осмотр займет совсем мало времени. И вы вернетесь к своему занятию. Вам нравится история? Очень. Так интересно. Жаль, что у меня лишь только один том. И тот чудом ко мне попал. Мальчик, повинуясь просьбе Иверзнева, снял рубашку, обнажив неожиданно сильный и стройный торс. У отца Порфирия нашел, а тому после одного квартиранта осталось. «Я так просил поискать, я так их просил, нет ли остальных, но не оказалось, к несчастью». «А у меня есть», сообщил Михаил с помощью роговой трубки, старательно выслушивая грудь маленького пациента. «Дышите!» «Еще!» «Еще, пожалуйста!» «А теперь не дышите!» «У меня все шесть томов, и я готов их вам предоставить, если ваш папенька, конечно, позволит». «Разумеется!» худенькое лицо Алешки просияло. «Спасибо большое! Так скучно, знаете, лежать целыми вечерами напролет здесь. Папа, пап, ты ведь разрешишь?» Брагин молча, с улыбкой, смотрел на сына. И в улыбке этой было столько нескрываемой любви и горечи одновременно, что Иверзнев едва подавил вздох. «Каков же ваш вердикт, Михаил Николаевич?» отрывисто спросил начальник завода, когда они покинули комнату Алеши и вновь оказались в кабинете с дубовым столом. «К сожалению, вряд ли смогу что-то добавить к выводам местных докторов». «Не сразу, но отозвался Михаил». «Аритмия?» «Да, имеется. И перебои в сердце есть». «Если с ваших слов случаются обмороки и долгие приступы слабости, то мне право, жаль. Я не смогу вас обнадежить». И Брагин тут потемнел и коротко сказал. «Благодарю вас». «Но не следует вовсе терять надежды», торопливо добавил Иверзнев. «Медицина, знаете ли, она очень часто ошибается». «Мать его от того же самого умерла». Хмуро перебил Брагин. И Михаил растерянно умолк. Он понял, что это наследственное. И чуть погодя сказал. «Я обещал Алексею Афанасьевичу книги. Вы позволите прислать сегодня же?» «Мал он еще для Афанасьича-то. Зовите Алешкой», усмехнулся Брагин. И мучительно складка на его лбу она разгладилась вдруг. «Разумеется, присылайте. Вернее, сами и занесите ему. Жду вас ужинать нынче вечером». «Вы, я вижу, Алешку-то заинтересовали сильно. Он у меня книжник этакий. Все что-то новенькое просит. И всегда вопросы задает. У меня, признаться, не всегда время на него хватает. вместе со мной по этапу прибыли две женщины. Силина Устинья и цыганка Мурашкина Катерина. Так сложилось, что с Устиньей я знаком давно, а с цыганкой имел удовольствие не раз беседовать во время следования по этапу. «Подождите, подождите, припоминаю», наморщи лоб начальник завода. Силина вместе с братьями Силиными, один из которых стал еще мужем по документам прежним, кажется, Шадрина, убила управляющую имением, да, а Мурашкина, Мурашкина, а у нее покушение, покушение на земского исправника. Примерно так, помедлив подтвердил Иверзнев. Так вот, обе женщины отличные травницы. Устинья в своей деревне лечила полуезда, и я сам имел возможность убедиться в ее способностях. А Катерина же, как она сама говорит, она лесной человек, и в травах тоже отменно ведает. сейчас обе они работают на заводе, таскают воду в упряжке с прочими. Я смелюсь просить, если это возможно, перевести их обеих в лазарет. Они могут быть мне там весьма полезные. Устинья привезла с собой целую копну всяческой травы, отдала мне на сохранение насушение, а я боюсь без нее перепутать что-нибудь и вообще. А весной и летом снова начнется травный сбор, и тут уж я без этих баб уже все, как без рук. Сам-то я в отличие от них человек я отнюдь не лесной, как Мурашкина. Стало быть, Устинья, которая по-мужу Силина, и Катерина Мурашкина. Угу. Некрасивое лицо Брагина было абсолютно серьезным в этот момент. Что ж, если у них, по вашим словам, такие исключительные способности, то извольте, я пришлю их вам. А пока что можете распоряжаться в больнице на ваше усмотрение. А вечером жду вас в гости. Уверен, что и сын будет в нетерпении. Благодарю вас. И Михаил поднялся и коротко поклонился. И уже подойдя к порогу спросил. Скажите, а вашего горца там в сенях действительно зовут Хас-Булат? Он черкес, уточнил Брагин. И настоящего его имени вам нипочем даже не выговорить. И мне, впрочем, тоже. Хас-Булатом это я, это я его так окрестил, горец. Он, извольте, видеть у себя в ауле жену зарезал из ревности. И соседа, который эту жену пытался украсть, всех позарезал. Хас-Булат у меня при Алешке состоит, и я им полностью довольный. Понятно, слегка растерянно сказал Иверзнев. В таком случае до вечера, Афанасий Георги Егорович. И когда за Михаилом закрылась дверь, Брагин недоверчиво усмехнулся и пожал плечами. Встал и, сделав несколько шагов по кабинету, он снова глубоко задумался у окна. А первый снег в столице выпал поздно, в самом конце ноября. Он хлопьями валился с тяжелого свинцового неба, нависшего над церквушками и домиками. Белесые полосы мелькали между липами и ветлами, ложились на высокие заборы, на крыши и наличники, везде. На тротуарах уже выселись пушистые островки. Лужи были покрыты тонким литком. Он с хрустом ломался, когда по нему ступали две совраски, влекущие похоронные дроги, с закрытым гробом. Похороны были бедными. За гробом шло всего несколько человек, и все они были молоды. Двое студентов, сжимающих в руках университетские фуражки, двое мастеровых, судя по перемазанным красками зипунам, красильных или иконных мастерских, и три девушки шли. Одна из них горько всхлипывала, цепляясь за локти под рук. А те наперебой утешали плачущую. Варенька милая, да что ж поделать-то? Такова доля людская. Гудела низким, почти мужским альтом девица лет двадцати в мужском овчинном полушубке. Ее круглое веснущатое озабоченное лицо выражало искреннее сочувствие. Красные от холода пальцы беспрестанно гладили рука в подруги. Оно что же, оно от Бога положено старым-то людям помирать. Горе, а куда ждеться? Ты не убивайся, мы тебе не бросим, неужто не свои люди? Ты мастерица, девица честная, разумная. Мы еще тебе замуж за стоящего человека выдадим. А Трофим Игнатьич на небесе возрадуется. Какие глупости, Флена, какие глупости, право, ты несешь? Грустно перебила ее худенькая девушка в черном, изящном, но потертом пальто, которое уже не раз было чинено и перешито. Вместо платка на ней был такой же потертый ватный капор, из-под которого выбивались непослушные пряди светлых волос. Лицо девушки было бледным и болезненным, но голос звучал твердо. У Вари такое горе, а у тебя одно замужество только на уме. Ей теперь нужно думать, как прожить. Ох, ведь почти все, что было, эти похороны все съели. Ну ничего, ничего, в одном Флена права, вместе не пропадем, Но Варя, не слушая подруг, на взрыт плакала. Старый пуховый платок совсем сполз ее головы, подставив под снежные хлопья рыжие роскошной густоты волосы. Слезы ползли по лицу, и девушка не вытирала их, горестно шепча. Тятенька милый, родненький, да как же я без вас теперь? И снег пошел гуще прежнего. Впереди уже виднелась ограда Пятницкого кладбища, откуда доносился унылый церковный звон. Мало поминок, так еще и здесь убытки, мрачно сказал один из студентов, комкая в кулаке фуражку и ероша черные и без того растрепанные волосы. Вида надела попу заплати, причту заплати, богомолкам этим тоже всем заплати. На одни свечи вон целая полтина ушла. А покойный и в бога-то веровал так для приличия и монашек галками бессмысленными называл. Я сам слышал, да, право слово, лучше бы он за квартиру заплатили, да и красок в Варваре Трофимовне купили. Киноварь вчистую вышла еще третьего дня. Андрей, да помолчи же ты, дурак, сердито оборвал его товарищ, помолчи. Похороны и те для своих проповедей выбрал. Если Варя захотела панихиду, значит так надобно. И не наше дело рассуждать тут. Тем более, что польза в твоих рассуждениях ну ничуть, нуль. Скажи, лучше отпустит канавин киноварь в кредит или лучше не соваться туда? Отпустит в кредит киноварь? Тебе Петька не отпустит, ведь у тебя совсем не кредитный вид. А вот Аненьку пошлем. Да и заплатить можно будет в пятницу, когда у меня за уроки расчет будет. Худо-то, что Емельянов за квартиру вперед просит. Ух, Ирод, просит наперед, будто не видит, в каком Варвара Трифимовна положении. С него станется и на улицу выставить. Угу. Ну, этого мы не допустим. У меня есть кое-какие мысли. Да вот только сейчас боюсь не время. На поминках можем потолковать господа скубенты. Солидным боском вмешался третий товарищ. У него не было университетской фуражки, и его бараний, испещренный заплатами полушубок, был весь испачкан красками. Абсолютно весь. Голубоглазая физиономия была отмыта и отскоблена. Очевидно, со всем тщанием. Но под волосами и за ухом предательски виднелись следы все той же краски. Мы с Яшкой тоже не лыком шиты. Пропаст Варварь Трофим мне не дадим. Добро ихней тятеньки ее хорошо помним. А что до киновари? Так будет завтра же, чтобы мне света не видать. Еще и сепий добудем. Все будет. Сопрет, как есть сопрет, уверенно сказал его друг, потеряя плохо выбритый и тоже не отмытый от краски подбородок. Вот поменешь мое слово, Антон, попадешься. Мастер он тоже не слепой. Додумается когда-нибудь, куда краска девается? А отмахнулся Антон. У этого живодера не взять, так это вообще дураком остаться. Да тише вы, тише, варь еще услышит. После поговорим. Сейчас главное панихиду выдержать. Вот ей богу, я бы на месте правительства законом отменил все эти похороны, все эти поминки. Кому они нужны? Покойному это все равно все равно. Те же попы вон учат, что он уже не с нами, а в лучшем мире, так говорят? Чего ему и желаем. А близким он одни убытки после этого всего. Да еще и любуйся на эти пьяные рожи потом за столом. При жизни покойному помочь даже не хотели, ведь так, так, а теперь сидят с постными физиономиями. Наливай, подавай. Пьют за чужой счет и рассуждают глубоко смысленно о бренности бытия земного. М? Быть или не быть? Но он тот же Емельянов возьми. Да заткнись ты, е-богу, Андрей, заткнись! Шепотом рявнул на него Петька, кивая на растрепанную рыжую головку впереди. Хоть сейчас идеями не фонтанируй тут, а? Ну невместно ж ведь. Хотя ты и прав. Уж очень это все утомительно. Да и для Варвары Трофимовны вон как тяжело. Студенты не ошиблись. Поздним вечером, когда снег за окном маленькой квартиры валил стеной уже, а гости с поминок уже удалились, Варя была едва жива. Она полу лежала на узкой кровати, запрокинув осунувшееся от слез и усталости лицо. А вокруг суетились подруги. Анна стаскивала с ног Варе чулки. Сильная фекла, которую все звали Фленой, расчесывала частым гребнем рассыпавшуюся спутанную косу. О, надо запомнить, фекла это значит Флена, это как Зося, вы писали это Софья, Софья. М? Запоминаем. Тысяча голов больше, запомним, записываем. Флена, Анненька, да оставьте. Да что я, барышня? Я сама. Сейчас сама встану, бормотала Варя, сились приподняться даже хоть чуть-чуть, но голова ее падала, а глаза закрывались сами собою. Наконец она заснула на полуслове. Девушки сообща уложили ее на кровати, укрыли платком и аккуратно подоткнули его со всех сторон. Вот и слава богу, вот и хорошо. Ишь, наревелась бедная, вздохнула Флена, могучим движением бедра придвигая кровать к стене и придерживая качнувшуюся лампадку перед образом. После всех этих страданий поспать это самое первое дело. А мы с тобой, Анна, идем, идем, там в кухне уже вовсю совещаются. В тесной кухоньке, которая служила одновременно и спальней и мастерской покойному отцу Вари, действительно разгорелись жаркие прения там. Помимо студентов и мастеровых здесь домывала в тазу посуду после поминок мать Флены, Марья Спиридоновна, хозяйка крошечной швейной мастерской. Вытирала же эту посуду старшая сестра Анны, Полина Григорьевна, белокурая высокая дама, служившая в одном из пансионов здесь. Подруги вошли как раз в разгар спора. И нечего тут умничать. Я ей место завсегда в мастерской сохраню. Завсегда. Марья Спиридоновна с чувством грохнула тарелками и тут же испуганно заглянула в таз. Не разбились ли? А зачем грохнула? Варя девушка старательная, с клиентками вежливая, чтобы нагрубить или поперек слова молвить. Никогда! А ведь клиентки всякие бывают. иная и сама не знает, что она хочет. А попробуй не потравь. Угу, попробуй. Нет, Полина Григорьевна, вы хоть и ученые и место имеете, а я вам так скажу. У нашей сестры кусок надежный, твердый должен быть, чтоб ни на кого кроме себя самой огляды бы не было. Я Варенька всегда довольная была и батюшку ее покойного уважала. А уж какую он мне вывеску расписал, да по-соседски ни гроша не взял за это. Кто ж я буду, ежели его дочку оставлю, а? Кто я? Нет, Варенька у меня будет. Я ей жалования хорошие положу, и клиентки у нее постоянно имеются. Белошвейка она выдающая. Так чего же еще надобно? Вы конечно правы, Марья Спиридоновна, задумчиво говорила Полина. Молодой женщине было не больше двадцати пяти лет, но ее сильно старело это черное траурное платье, круглые очки и продольные морщины на бледном лбу. Разумеется, верный кусок хлеба для женщины это очень много значит. Но вспомните, Трофим Игнатьич хотел, чтобы Варя не бросала живопись. Она и в самом деле очень талантлива, а за шитьем она довольно быстро испортит все глаза. И что же тогда? Что тогда будет? И тут Марья Спиридоновна недовольно вздохнула, но не нашлась что ответить. Вместо нее быстро и сердито заговорил один из студентов, черноволосый взъерошенный Андрей Сметов. Конечно же нельзя, нельзя бросать живопись. Ну, конечно же нельзя, тут даже и речи быть не может. Кабы это обычные акварельки дамские были, птички да бабочки. А ведь у Варвары Трофимовны рука стоящая. Половина картин, которые батюшка покойный в магазин сдавал, ею все писанные и брали все без разговора. Тем более, что подписывалась она Трофим Зосимов. Без улыбки напомнил второй студент, вихрастый рыжеватый Петя Чепурин. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Коммерция с дамским именем еще и не принять могли. Лавочники это ж народ вон какой упертый, твердолобые все. И батюшка всегда говорил тоже, что ей писать надо. Опять же, классы живописные она посещала, последние деньги на это пошли. А теперь вот ничего не попишешь. Пришла беда, отворяй ворота, пожала плечами владелица швейной мастерской. Теперь уж какие классы. Теперь есть голоду бы не пропасть, да и на дорожку худую не свернуть бы. Вот об этом, маменька, вы вовсе напрасно говорите, сердито сказала Флена. Напрасно. Варя никогда такого не допустит. Никогда. Строга сверх меры даже. Я ее ни на одной вечерке не видала, а вы? Не видала, покуда тятенька жив был. А теперь еще и не весь, что начнется, парировала мать. Видывали мы девиц всяких, видывали, которые с молоду без родителей оставались, видывали. иное кажется и воспитание хорошего, и поведение строгого все. А через полгода глядь, ни того и ни другого. Гля, одни кавалеры да трактиры загородные. Я про Вареньку спаси Господь ничего худого не скажу, да вот только соблазн очень большой будет. Вареньку Глядь, 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 глядь.